Дождь На примере вот этой баночки Ну, смородина Вообще одна из самых полезных Ягод И как бы Почему-то она не очень сильно нравится детям Поэтому это ягоды Для наливок мне остается Больше всего Наливка из черной смородины Среди наливок у меня вообще стоит на первом месте Это вот С вишней и черной смородины Эти две наливки мне лично нравятся Больше всего Помимо Того, что эта наливка очень-очень вкусна Она еще и очень-очень полезна То есть я ставлю Бутылочку такой наливки себе в холодильник И в течение зимы Вечером наливаю рюмочку Этой наливки То есть в рюмке Вот этой наливки Настолько много витаминов, минералов Всех этих полезных веществ В смородине их содержится просто Уйма тьма Вот Что это практически Суточная потребность человека в витаминах Что делаем Пятидесятипроцентной Пятидесятипроцентная водка Ректифицированный спирт Разбавлен до пятидесяти градусов Заливаем банку до верха Влез практически литр Без каких-то капель На пробке подписываем Объем Один литр Пятидесят процентов И укупориваем эту баночку В таком вот состоянии Эта баночка проведет Две-три недели Вот Ну что, планировал я Этой замечательной баночкой Заняться через Пару-тройку недель А прошло практически все лето Наступил сентябрь Сегодня вообще погода Как зимой Холодина, ветер Вот И у меня Нашлось наконец-то Свободное время Чтобы этой баночкой Заняться Вискозная салфетка Сливаем Все лето Эта смородинка Провела на солнышке Вытяжка здесь Такая спиртовая Что просто не описать ничем Напиток должен получиться Вкуснейший Так, смотрим Что там у нас вытекло Ну, вытекло очень мало Помните, я заливал туда литр Один литр Салфетка вискозная Забивается вот этим Ягодами Сейчас ее сменю Еще остальную солью Ну, вот такой Мистический процесс Видите, взял я Жидкость И слилась Со смородины Где-то 850 грамм Хотя заливал я туда Литр То есть В ягодах Осталось Очень-очень-очень Много сока Эту жидкость Мы убираем В другую банку Видите, какая она Насыщенная Плотная Темная А запах какой Вообще Сказка Такой смородиновый Такой шикарный Просто супер Вот, а из этих ягод Нам нужно Выделить Остальной сок Выделить Остальной сок И В итоге Нам надо Получить Где-то Чтобы у нас Было Вместе с этим соком Который мы вытянем Из этих ягод Где-то 2 литра Жидкости Ну, может Даже чуть побольше Чтобы наливочка Наша была Около 20 17 Процентов Спиртовозности Что делаем Дальше А дальше Все просто Да нельзя Вот есть у меня Фруктоза Опять же Засыпаем ее Около 300 грамм В эту баночку Что сделает Фруктоза Фруктоза Ну, или сахар Не важно Из этих ягод Вытащит Весь сок Который у них Накопился А после этого Мы все это еще И отожмем То есть Вот такой Бытует Метод Производства Наливок Помимо тех Которые я вам показал Метод Довольно-таки Простой И эффективный То есть Заполняем баночку Фруктозой Ну и вот он Процесс начинается То есть Фруктоза Впитывает в себя Влагу Из ягод И потихонечку Поседает на дно То есть Вся эта фруктоза Сейчас потихонечку Опустится И растворится И все это Превратится в жидкость В жидкость На дне банки Ну, оставляем банку Еще на некоторое время В таком состоянии Там На сутки На двое Потом продолжим Вот смотрите Что происходит Полчаса Еще не прошло Наверное Банка была у нас Полная Как вы помните По самому крышку Засыпана Вот, заметьте Полчаса не прошло И вот весь 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 Наш сахар Потихонечку 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 Стекает вниз Стекает Ко дну Банки А сок То есть сок Как вы помните Мы вылили практически Весь из этой банки Сок он по пути Вытаскивает себе Из Он как Влука Впитывает Сок из ягод То есть Сахар стекает И сок из ягод Забирает в себя Ну прошло Двое суток Банка эта простояла В теплом месте Если бы Сейчас на дворе Было Жаркое лето То ее Достаточно было Просто немножко Подержать на солнце Эффект был бы Еще лучше То есть заметьте Был сахар А теперь у нас Жидкость Вот То есть Вот эта жидкость Это То что Сахар вытянул Из ягодок Что делаем сейчас Вот тут у меня На столе Целая куча Емкостей Вот И сейчас Мы немножко Доливаем сюда Водички Теплой И через сито И через сито Все эти ягодки Вернее То чем Они залиты Через сито Промоем Водичка Нужна Потому что Вот этот Сироп Сахарный Очень густой И чтобы лучше Вот фильтровать От ягод Немножко Добавляем Водички Вот и Отлично Ну вот Практически Вся жидкость Стекла Вот ягоды Я снова Вернул в банку Смотрим Что у нас Здесь Я принес В банку Смерной шкалой То есть 800 грамм 800 грамм Вот этой Сахарной вытяжки Совмещаем С нашим Спиртиком Который Мы получили До этого Вот так Смотрим Что у нас В итоге То есть 1,6 литра 1,6 литра У нас В этой баночке А нам Нужно получить Чтобы Выйти На желаемую Спиртуозность Нам нужно получить Хотя бы Хотя бы Хотя бы Там 2 2 литра Можно чуть побольше Там 2,5 Вот Одним словом Давайте сделаем Там 2,3 То есть Еще 400 500 600 700 800 800 Миллилитров Воды Сейчас я Залью Снова У эти ягоды Вода Горячая И Эта вода Заберет Из ягод И оставшийся Сахар Который Вот у нас У них Есть И весь Оставшийся Спирт Ну вот Мерным Стаканчиком Я отмерил Нужное Количество Воды И заливаю Ягодки О Вот так Ну вот Все лишнее Убрано То есть У нас Теперь В этой банке Вытяжка Сахарная Вытяжка Спиртовая Ну а Здесь Сейчас Ягоды Залитые Водой То есть Еще у нас Будет Вытяжка Водная Доводим Потом Вот этой Водной Вытяжкой Здесь До нужной Нам спиртозности Объем Фильтруем И все Наливка Готова Ну что Продолжаем Наше издевательство Над Черной Смородиной Здесь У нас Мягко говоря Компот То есть Все что осталось В ягодах Весь сахар Я залил Горячей водой То есть Сахар этот Из ягод Вымылся В эту водичку Он попал И Соответственно Остатки Спирта Которые Там еще Были У нас В ягодах После сахара Тоже Сейчас Выточились И они Сейчас В этой Воде В ягодах В принципе Не осталось Ничего Я показываю Вообще Вот это Не рецепты Какие-то Наливок Потому что По вкусу Будет Примерно Одно и то же Что Вот эту наливку Вот так Сахаром Вытянуть Что Ягоды Вот эти Там Сварить Ну как Я уже Показывался В предыдущих Вариантах Наливок Вот Просто Бутуют Различные Вот эти Технологии Их Приготовления И Тут мы Больше Рассматриваем Не рецепт Наливки А Именно Технологии Так Вот Вот Эта Технология Сахарной Вытяжки Скажем Так Для черной Смородины Ну просто Решил Показать На ней Вот этот Рецепт Так как В этой Банке Когда мы Начинали Снимать Ее было Мало И чем-то Там Более Таким Заморачиваться Мне уж Было Лень И решил Показать Именно Вот этот Способ Хотя Этот Способ Сахарной Вытяжки Он Более Приемлем Таким Мягким Ягодам То есть Наливка Из земляники Наливка Из Малины Наливка Из Клубники Вот К таким Наливкам Этот способ Как бы Подходит Немножко Больше Потому что Смородина Она все-таки Ягода Тверда Довольно Таки У нее Плотная Кожура Ну Смородину Мы тоже Так сделали Я думаю Будет Очень 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 Вкусно Потому что Из смородины Невкусно Быть Просто По сути Не может Сито Удаляем Ягоды Наконец-то Крайний раз Они отмучились У нас Они уже Все Блеклые Они не черные А какие-то Розовые Стали От смородины Здесь Остались Одни Воспоминания Так Нужно Нам Вот этой Жидкости Чтобы В этой Баночке У нас Было Два С половиной Два С половиной Литра Тогда Спиртуозность Примерно Будет Около Двадцати Процента Соответственно Нам Нужно Вот этого Компота Приблизительно Около Литра Еще Добавить Ну Вот и Все С ягод Весь Компот Этот У нас Встек Смешаем Сюда Компот И Сюда Вытяжку Так Как Кожура Ягод Оставалась В целостности То есть Она не была Особо Нарушена То И Отфильтровать Вот это Вот Все Никакой Особо Проблемы Не доставит Чтобы Наливка Была Идеально Чистая Кристально Прозрачная Отфильтроваться Все Будет Очень И Очень Легко Ну А вот Эти ягоды Они Уж Намучились Но Выбрасывать Их Смысла Нет И Их Можно Если У вас Есть Свободное Какое-то Количество Какого-нибудь Дистиллята Например Зернового То Вы Можете Или Даже Ректифицированного Спирта Или Сахарный Дистиллят Там у вас Есть Не важно Вы Можете Эти ягоды Положить В небольшой Объем Вот Еще Добавить Например В трехлитровую Банку Их Засыпать И залить Их Вот этим Дистиллятом Залить сразу Дистиллятом Именно Питьевой Крепости Сорокоградостным Или какой-то Вам нравится И у вас Еще Через Пару-тройку Недель Получится Водочка С довольно Хорошей Ароматикой Смородины Ну ладно Я отвлекся Сейчас Принесу Воронку И все это Дело Профильтрую Ну вот Система Фильтрации Вискозная Салфетка Бутыль И сейчас Вот эту Всю наливочку Мы Прогоним Через этот Фильтр И будет Очень Хорошо Очень Чисто А то Вдруг Человек Ком-нибудь Попадет Тут кусочек Какой-нибудь Кожуры От ягод Костя Костя Какая-нибудь Хвостик От ягоды Стакан Человек Будет думать Что это Мне налили Такого-то Мутного А вот Буквально Три секунды Сперва Через Вискозу Потом Через Один Ватный Диск И все Будет Кристально Чисто Ну и Наконец Вот она Многострадальная Вот такая Прекрасного Цвета Хрустально Прозрачная Чистая Очень Ароматная Смородиного Наливка Ну как я Говорил Как бы Из всех Наливок Смородина У меня На первом Месте Это Наверное Сам Самый Полезный И Самый Вкусный Алкогольный Продукт Который Мы Делаем Самый Полезный Так точно Ну что Осталось Самое Приятное Дать Немножко Отдохнуть И продегустировать Что получилось Но Страдания Смородины На этом Не закончились Вот у меня Там Сортировочка Была Еще Я Перебросил И пополам Две Таких Двухлитровых Баночки И у нас Получится Водочка С легким Ароматом Смородины Не напрягающим То есть тут уж Ягода Будет До конца До своего Апогея Полностью Доработана Вот так Ну что На дворе Глубокая Ночь Все спят Дом я Закрыл На всякий Случай И я При свете Вытяжки Наконец-то Дегустирую То что у меня Получилось Из черной Смородины Наливаю Вот такую Рюмочку И неспешно Пью На вкус Супер Вкуснее Наливки Не знаю Есть еще Вкусные Там из вишни Но из черной Смородины Наливка У меня на первом Месте Вкуснее Нет ничего Ну ладно Насчет Ночи Тишины И так далее Я пошутил Сейчас Включу свет Вот такой вот Получился Наш напиток Из черной Смородины Кристально Прозрачный Обладающий Просто Потрясающим Запахом Аж слюна Выделяется От одного Запаха Очень Очень И очень Вкусно То есть Если Сама ягода Как бы Ну черная Смородина Естся Не очень Хорошо То наливка Из нее Ну это Нечто Это просто Супер И такой Напиток Нужно Пить Действительно Одному И действительно Ночью Чтобы никто Не пришел И не присоединился Иначе Все Выпейте За раз Все что у вас Есть Будет Выпито Наверное Вообще Я держу В холодильнике Бутылочку Вот этой Наливочки Она обычно У меня Ставит И по доходку Я Выпиваю Вот такую Рюмку Вообще Черная Смородина Это просто Кладезь Витаминов В ней Содержится Наверное Витаминов Больше Чем во всех Других Ягодах Вот И Польза Черной Смородины Просто Неоспорима Значит Давайте Я так Немножко Отвлекусь Расскажу Пару строчек Вообще О пользе То есть Чем полезна Эта ягода Ну Во-первых Она Очень Сильно Укрепляет Иммунитет Витамина С Просто Изобилие Вот И он Сохраняется В любых Ягодах Даже При Заморозке Без Разницы Вот В составе Черной Смородины Присутствуют Углеводы Пектиновые Вещества Клетчатка Минеральные Вещества Такие Как Калий Марганец Железо Медь Цинк Органические Вещества Витамины Группы В П Е К С Вот Черная Смородина Обладает Помимо этого Еще и Противовоспалительным Действием Благодаря Дубильным Веществам И эфирным Маслам В ней Содержащимся Очень Большое Содержание Фолиевой Кислоты В черной Смородине Вот То есть Способствует Введению Из организма Токсинов Там Свинца Втути И так Далее То есть Полезные Свойства Черной Смородины Можно Описывать На нескольких Листах То есть Она Очень Очень И очень Положительно Влияет На организм Человек Ну а Спиртовая Вытяжка Из черной Смородины Вот как У нас Содержит В принципе То же самое Что и Ягода Но Просто Она Немножко Вреднее Потому что Все-таки Алкоголь Это Яд В любых Количествах Ну Напиток Просто Шикарнейший Пробуйте Делайте Не важно Вот я Показывал Несколько Видов Как делать Наливку Не важно Каким Способом Вы сделаете То ли Вытяжку То ли Прокипятите Потом Эти ягоды И так далее Наливка Получится Ну Просто Шикарнейшая Ну На этом Все Надеюсь Кому-то Было Полезно Интересно Это Видео Всем Пока